Районный молокозавод в Рио-губернатора не могла обойти вниманием. На предприятии используют новейшее оборудование. Продукцию производят по современным стандартам качества. Творог проверяется на кислотность, на качество творога, на жир, на всё. Замешивается один замес, он проверяется. Выкладывается, замешивается другой, опять проверяется. Предприятие выпускает достаточно продукции. Только вот не во всех супермаркетах её можно увидеть. Производитель просит поспособствовать, чтобы предприятию дали госзаказ на три года. Если в Москве молоко нужно, она даст любую цену. Если молоко не нужно, они опускают цену, и мы начинаем заливаться этим молоком. Думаю, что вот этот трёхлетний контракт, он как-то чуть-чуть отрегулирует, стабилизирует рынок немножко. И думаю, что у вас будет возможность, ну, какой-то хоть плановости. Посетила Светлана Орлова и Муромцевский лесотехнический техникум. Специалисты отсюда прямиком уезжают в Москву. В Рио губернатора поручила департаменту лесного хозяйства это исправить. Наши молодые лесники должны работать именно во Владимирской области. Также, по словам первого лица региона, необходимо создавать конкуренцию в лесном бизнесе. Встреча с местными жителями – главная часть визита. В течение пяти часов говорили о здравоохранении, образовании. Люди оценивали работу власти на местах. Не дорабатывают чиновники взять хотя бы вопрос о чистке дорог, ведущих к селам в зимний период. Никто вот в этой, за эти три года, никто нам дорогу не чистит. В результате жители на Волокуши тащили до федеральной трассы человека. На этот раз Светлана Орлова никого увольнять не стала. Избрала метод не кнута, а пряника. Вот мы хотим собрать глав, провести еще раз учебу. Каждого конкретно. Бюджет они свои не знают, консолидированные точки роста не знают. Но они не должны сидеть ждать субсидий. По итогам встречи некоторым руководителям департаментов пришлось задержаться в Судогде и решать вопросы граждан, что называется, на месте. В эту же когорту попал и глава администрации Судогодского района Алексей Стародубцев. Ему было предложено обратить внимание на текущие крыши домов и прогуляться с горожанами.